С 2022 года в двух школах Котласа, 82 и 4, были открыты классы психолого-педагогической направленности. Цель занятия – рассказать старшим школьникам о профессии учителя, показать важность и значимость наставников во все времена. С каждым годом к проекту будут подключаться все больше образовательных учреждений. Для этого в учебный план 10 класса был включен учебный курс «Основы педагогики и психологии». В ходе обучения этого курса ребята научатся управлять своими эмоциями, научатся понимать психику других людей. Эти знания помогут им в учебе, в жизни, в работе и в общении не только со сверстниками, но и со взрослыми людьми. Именно открытие педагогических классов дает детям возможность оценить свой потенциал, по-новому посмотреть на профессию педагога и получить опыт профессиональных проб. Педагогические пробы – уроки под руководством педагогов-наставников. Играют большую роль в профессиональном самоопределении ребят. Пробовать себя в роли учителя – увлекательное, но в то же время очень ответственное и сложное занятие. У нас в школе есть великолепная традиция. На день учителя у нас проходят дни самоуправления, где мы, ученики старших классов, пробуем себя в роли педагога. Вот на этом дне самоуправления я давала урок, мне очень нравилось. И вот когда предоставляется такая возможность, мы никогда не отказываемся. Это великолепный опыт, колоссальный опыт, особенно для будущих педагогов. Дети очень умные, яркие, красивые, с ними происходит такой великолепный обмен энергии, я в восторге. На дне самоуправления в нашей школе мне доверили третий А-класс. Я настолько хорошо расположила к себе детей, что они активно работали на уроке, не боялись задавать свои вопросы и отвечать на мои вопросы. Хороший учитель – это прежде всего тот, кто любит работать с детьми. Он должен замотивировать и заинтересовать детей в учебе. Также он должен стать другом, который может дать свой совет ребенку или помочь ему в каком-либо вопросе. Готовить презентации, какая-то еще дополнительная информация, потому что дети очень любознательны, и в рамках этого они никогда не останавливаются. Им надо знать еще больше и больше. Поэтому, конечно, это много сил надо потратить на то, чтобы подготовиться. Но такие мероприятия нам нравятся, и мы благодарны школе, что она нам устраивает. Такие день самоуправления, день дублера считаются нашей традицией. Организация общешкольных мероприятий – активные перемены с учениками. Еще один из вариантов практики для начинающих учителей. При этом список приобретаемых здесь навыков достаточно широк. Работа в команде, развитие лидерских качеств, умение вести за собой. Мы участвовали во многих мероприятиях. Например, мы являлись инициаторами акции по помощи животным в приютах. Мы вместе с классами вообще со всей школы собирали деньги, корм, пеленки, лекарства и на машине отвозили их в приют. Также мы участвовали в театрализованном представлении для первых, вторых, третьих, четвертых классов. Мы вместе с педагогами были актерами, мы работали по сценарию, мы создавали для детей новогоднее настроение, мы с ними играли, пели, танцевали, водили хороводы. Также мы были участниками акции «Безопасный Новый год». Также благодаря нашему направлению мы участвуем в Олимпиадах, в будущей Арктике. Учитель должен не стоять на месте. Учитель должен учиться каждый день, учиться со своими учениками, учиться у своих учеников, учиться у каждого, кто встречается на его пути. Учитель – это такой очень примерный и прилежный ученик. Быть хорошим учителем, я считаю, очень легко. Надо просто любить то, чем ты занимаешься. И делать это максимально честно и ответственно. Набрать сознание в кузнице педагогических кадров – еще одна уникальная возможность для старшеклассников – 82-й и 4-й школ. В рамках тесного сотрудничества образовательных учреждений с педагогическим колледжем ребятам доступен обучающий курс внеурочной деятельности, интерактивное оборудование в образовательном процессе. Но на этом сотрудничество не останавливается. В данный момент идет подготовка к участию обучающихся 10-го класса в студенческой научно-практической конференции по выбранной теме. В марте месяце мы посетим мастер-классы, где Котловский педагогический колледж представит специальности, под которыми идет подготовка. Кроме того, мы получили приглашение на участие в мероприятии «Студент на один день», в ходе которого ребята познакомятся с студенческой жизнью, будут иметь возможность посещать лекции и мероприятия, которые проводятся на мазе колледжа. И в апреле месяце у нас в рамках профориентационной недели планируется уже силами педагогов нашей школы трехдневный образовательный интенсив «Педагогический старт». Немного статистики. В 2022 году из 20 выпускников 82-й школы 8 человек выбрали профессию педагога. В этом году благодаря педагогическим классам школа надеется, что количество будущих учителей вырастет. Я хочу стать педагогом, так как считаю эту профессию достаточно интересной для меня и подходящей. Хороший педагог должен обладать такими качествами, как выслушать ребенка, понять, о чем он говорит. Все учителя нашей школы, я считаю, хорошим примером для того, чтобы стать педагогом. Я хочу стать учителем общества знания, потому что это интересная и всегда востребованная профессия, которая будет актуальна во все времена. Самое важное у учителя, я считаю, что это авторитет. На мой выбор стать учителем влияло мой учитель общества знания Микола Елена Юрьевна и учитель русского языка Елена Леонидовна. Но в целом это был мой осознанный выбор. Хороший учитель должен правильно изъяснять информацию, интересно вести урок, а самое главное – уметь найти подход для каждого ученика. Мне захотелось стать педагогом-сихологом, потому что в настоящее время очень мало хороших специалистов, и мне очень хочется стать одним из них. Я учусь на учителя английского и французского языка, так как это дает много энергии. Хороший учитель – это учитель, который может найти общий язык с детьми, который всегда идет в ногу со временем, который умеет найти эту грань между строгостью и добротой в работе с учениками. Поэтому очень хочу стать третьим самым хорошим учителем. На мой выбор повлияли все учителя моей школы, так как они показывали на своем примере, каким должен быть хороший учитель. Поэтому я и следую за ними, пытаюсь что-то подчеркнуть из их работы. И я считаю, что очень хорошее решение было у школы по открытию педагогического класса. Я учусь в Котловском педагогическом колледже имени Александра Максимовича Меркушева на специальность коррекционная педагогика в начальном образовании. Я выбрала профессию педагога, потому что учитель – это тот человек, который является проводником ребенка во взрослую жизнь. Сглаживает все неровности, учит ему чему-то. Хороший учитель, на мой взгляд, это тот человек, который дает уроки не только по школьной программе, а еще и уроки жизни. Делает класс дружным, создает целую семью. Является поддержкой и опорой каждого ученика. Его можно назвать второй мамой. Всегда обратиться с проблемами. За помощью он никогда не откажет. Хороший учитель, он всегда добр к своим ученикам, дает качественные знания, всегда поддерживает атмосферу в классе. И моим педагогом-наставником, который повлиял на выбор моей профессии, стал учитель истории общества знаний. И мой классный руководитель, Милякова Елена Юрьевна, она, безусловно, хороший педагог. Именно на ее примеры я следую. И я уверена, что я стану таким же хорошим педагогом. И мои дети также когда-нибудь отзовутся и обо мне. На сегодняшний день в Котласе в профильных классах обучаются порядка 30 человек. Программа рассчитана на 10-11 классы. Конечно, не все ученики педклассов мечтают стать учителями. Такой цели проект перед собой не ставит, но в том, что полученные навыки не будут лишними, не сомневаются ни педагоги, ни ребята. Мы будем будущими родителями, будущими мамами, поэтому нам в любом случае это пригодится. Быть учителем для меня значит передавать частичку своего сердца детям, научить их учиться, воспитать в них настоящего человека с большой буквы, быть для них примером во всем, делиться с ними своими знаниями, жизненным опытом и душевным теплом. Хороший учитель должен быть яркой, творческой личностью, любящей детей, всегда находиться в поиске. Он должен сочетать в себе требовательность и доброту. Учитель в ответе за молодое поколение, каким оно будет, таким будет будущее страны. Поэтому прежде всего молодой учитель должен любить детей. И мой совет молодым учителям – сначала полюби, потом учи. Для меня быть учителем – это в первую очередь быть другом, наставником для детей, который сумеет поделиться своими знаниями и помочь каждому ребенку найти свой путь в жизни. Хороший учитель делает все то, что от него зависит, чтобы быть полезным ученикам. Стоя перед всем классом, он забывает обо всех своих проблемах и полностью посвящает себя детям. Молодым учителям я бы посоветовала расширять свой кругозор, потому что дети задают очень много вопросов, они из области школьной программы. И здесь очень важно дать четкий и грамотный ответ. Успех учительский, он зависит от многих факторов, но у всех он разный. И самое главное – это когда ты чувствуешь любопытные взгляды детей, когда ты слышишь слова благодарности за хороший урок, или когда ты чувствуешь спасибо за то, что ученик хорошо сдал экзамен по ОГЭ или ЕГЭ. Будущим поколениям педагогов я бы хотела сказать, посоветовать не бояться трудностей, потому что трудности, они обеспечивают движение вперед. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!